Вскипятить воду для термоса и помочь приготовить горячую еду для детей. В кафе «Пампушка» на улице Кожанова, 12, готовы все это сделать бесплатно. Для этого молодым мамам нужно просто прийти сюда в рабочее время с 8 часов утра до 11 часов вечера, рассказывает владелец кафе. Особо это сказывается на мамах с маленькими детьми, которые не могут приготовить даже детского питания. То есть, если в доме стоит электроплита и нет света, соответственно, дети могут остаться голодными. Мы с удовольствием помогаем всем молодым мамочкам города Севастополя. В этом они могут всегда прийти к нам в кафе. У нас есть газ, мы можем подогреть ему горячее питание, можем приготовить еду какую-то для малышней. Это не разовая акция. Сам владелец кафе готов помогать всем, кто обратился, столько времени, сколько потребуется. В темное для города время предприниматели должны по мере сил помогать горожанам, уверен Алексей. Предприниматель Олег Ржавский помогает починить сломавшиеся фонарики и припаять отошедшие провода. В его павильоне номер 45 на славянском рынке света тоже нет большую часть дня. Работа не останавливается благодаря газовому паяльнику, которому не нужно электричество. Я могу там припаять что-то, ну в частности отремонтировать, заменить аккумуляторы, батарейки на фонарики, потому что многие этого сделать не могут. У кого-то нету даже дома там отвертки, паяльника, кто-то боится паяльника. Женщине выпаяли аккумулятор, сейчас она пошла его искать, будем запаивать обратно фонарик. За пять дней к объявленной на главном городском форуме акции взаимопомощи присоединилось около ста человек. Волонтеры оставляют свои номера телефонов и предлагают конкретную помощь. Потому что знают, только сплотившись мы сможем преодолеть трудности. Людмила Замятина, Дмитрий Фомин, Северный форум-бюро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова